Меня зовут Владимир Унец, а это спецвыпуск программы «Смотрите сами о жизни и смерти» Алексея Навального. С вас комментарии, лайки и подписка. С меня подробный анализ того, что сейчас происходит в мире. Я обещаю, будет интересно. Что ж, поехали. Алексей Навальный умер. Об этом стало известно 16 февраля приблизительно в обед. Первая об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в России. По информации, которую распространила в СИН, Навальный скончался в третьей исправительной колонии Ямало-Ненецком автономном округе. В службе сообщили, что 47-летнему политику якобы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. На место тут же ринулись медработники колонии, вызвали скорую помощь, но все было напрасно. Сердце Навального остановилось. Государственная медиа-компания «Раша Тодей», ссылаясь на какие-то свои источники, заявила тут же, что Навальный умер от якобы оторвавшегося тромба. Но официальную причину смерти власти долго не обнародовали. Да и сейчас она неизвестна. Что же на самом деле произошло с российским оппозиционером? Я буквально по крупицам собирал информацию, чтобы сложить общую картину и представить ее вам. А в конце блока скажу, почему я думаю, что все это крайне важно. Итак, мать Навального, узнав о смерти сына, тотчас же мчит в колонию. Приехав, она два часа ждет под забором, после чего ей сообщает, что тела сына нет, что сейчас над ним проводят исследования. Конечно, верить в официальные версии в России такое себе удовольствие. Соратники Навального тут же заговорили о том, что оппозиционного российского политика убили. Еще 14 февраля, за два дня до смерти, адвокат Навального Леонид Соловьев навещал своего клиента и говорит, что с ним было все нормально. Смерть действительно оказалась неожиданной. Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Врачи якобы более получаса пытались реанимировать политика и об этом рассказали Интерфаксу в Лабетнангской городской больнице. Но якобы все было безуспешно. Колонию сразу ринулись проверять, а Следственный комитет России начал по этому факту даже проверку. Да только вот заключенные рассказали журналистам и правозащитникам о том, что еще накануне того, как о смерти Навального стало известно, в колонии начался, цитируют, тотальный шмо. Новая газета Европа, которая общалась с зэками, сообщает, что все выглядело, как будто ждали какую-то большую проверку. А таких, мол, обычно известно за месяц-два, а тут так вот сразу. Работники колонии, по словам заключенных, провели дополнительные обыски и всех заперли в бараках. Поздним вечером и ночью 15 февраля, то есть накануне официального сообщения о смерти Навального, века-3 заезжали три машины. Однако разглядеть, что это были за автомобили и каким ведомствам они принадлежали, было невозможно. По словам одного заключенного, о смерти Навального в колонии стало известно в 10 утра по местному времени. Это 8 часов по Москве, и это важный факт. Потому что власти официально заявили о смерти политика на своем сайте около 14 часов по местному времени. О том, что века-3 едет комиссия центрального аппарата в СИН, колонии узнали тоже, примерно в то же время, что и о смерти Навального. Пока все сидели запертыми в бараках, сам Навальный находился в ЕПКТ. Это единое помещение камерного типа, откуда, кстати, на прогулку не выпускают. Ну и никто не видел, что именно там происходит. Но вот и скорая, которая туда бы подъезжала, тоже никто не видел. Собеседник «Новой газеты Европы» вообще сообщил журналистам, что никакой скорой там не было. Кто же мог убить политика, или он действительно умер сам от того, что ему резко стало плохо? Уже упомянутый мною заключенный рассказал журналистам, что по его ощущениям, и Вертухаи сами были в шоке от того, что он умер. Поэтому вряд ли могли быть к этому причастны. Хотя полностью никто не исключает, что руководству колонии пришлось выполнить приказ, который выполнять не хотелось. Тело Навального исчезло. Где тело, ни мать, ни адвокат покойного оппозиционера долго не могли понять. Их просто водили за нос, озвучивая разные версии. И вот, наконец, адвокатам сказали, что проверка закончена, и криминала, цитирую, не обнаружена. А причиной смерти в колонии назвали синдром внезапной смерти. Так что же, тромб или синдром внезапной смерти. Внезапная смерть, то есть смерть без очевидных причин, честно встречается среди младенцев. В последнее время некоторые медики говорят о том, что она может быть и у взрослых. Но если это действительно был тромб, то как же тогда смерть без очевидных на то причин? Ну и скорая за 7 минут. Сообщение, которое меня лично особенно удивило, что ли. О том, что скорая приехала именно за такой срок, сообщила пресс-служба Лабетнангской городской больницы. Для справки, Лабетнанги – это ближайший к колонии город, расположенный в 35 километрах. Итак, простая арифметика. Машина преодолела 35 километров за 7 минут. То есть она ехала 5 километров в минуту или 300 километров в час, что ли. Вы видели автомобили, которые ездят по российской глубинке с такой скоростью? Пишите в комментариях, если смотрите эту программу в интернете. Еще интересно, что уже якобы через 2 минуты после прибытия в колонию с космической скоростью медицинские работники, по их версии, начали оказывать помощь Навальному. При этом попытки реанимировать, по утверждению пресс-службы больницы, продолжались более получаса. Котовайся с телом, замыливание глаз, распространение слухов – как это все стандартно для российских спецслужб. Российское следствие обычно или не находит состава преступления, ну или назначает виновных в его совершении. Ясно, что никакой независимой экспертизы семье провести так и не дали. В телеграм-каналах, связанных с ЧВК Вагнер, а также в антипрививочных пабликах, распространяется, как бы это назвать, даже не знаю, версия, вот версия. Распространяется версия, что тромб у Навального мог появиться в результате вакцинации против COVID-19 препаратом Pfizer. Конечно, только прививки. Очевидно одно, для этого проводить дополнительное расследование не нужно. Навального убил Путин. Я вам расскажу, почему он решил меня убить. Много лет к ряду. Режим Путина пытал, издевался морально-физически, ломал, но в итоге его устранил. За время заключения Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор. Последний раз был 14 февраля. Собственно, именно в ШИЗО Навальный умер. Скорая, которая ехала 300 км в час, это прекрасный пример лжи и цинизма. Ведь всем известно, сколько раз противнику Путина отказывали вообще в медицинской помощи за все время его пребывания в тюрьме. Весной 2023-го к нему в камеру подсадили бомжа, доведенного до животного состояния, из-за чего запах стоял такой, что можно было только от него умереть. А в самой камере, как сообщают адвокаты, практически никогда не было естественного света. Разобрать, когда день, а когда ночь, в таких условиях практически невозможно. Да и ночные проверки не способствовали тому, чтобы человек мог в камере выспаться. Да и то, как Навальный попал в тюрьму, красноречиво говорит обо всем, что сегодня происходит в России. Несуществующее дело и в Роше, отравление и решетка. Не буду пересказывать все то, что вы и так без меня знаете. Узнать, как умер Навальный, важно именно потому, чтобы понять, как далеко может зайти власть в собственной стране. Хотя, вот вам две чеченские войны. Война против Грузии, разжигание Карабахского конфликта, война и аннексия части Молдовы. Как же далеко может зайти путинский режим? Вот вам еще один ряд. Политковска, Немцов, ну тот же Пригожин, если он действительно погиб. И вот теперь Навальный. Ну а как на смерть политика реагировали в России и мире? Самое главное, к чему эта реакция приведет. Далее, смотрите сами.